Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Сотрудники линейного отдела милиции задержали группу мужчин, совершавших кражи на Одесской железной дороге. В общей сложности они демонтировали около 22 тонн деталей железнодорожных путей. Протяженность отрезка железной дороги, на котором совершались кражи, более 40 километров. За два месяца демонтировано 12 тысяч деталей верхнего строения пути. В состав преступной группы входили 8 человек. Все жители Одесской области возраста 19 до 30 лет. Працівники линейного отдела станции «Роздильно» у МВС «Украина» на Одесской железной дороге выкрали группу из 8 осіб, які протягом березня-травня 2015 року демонтировали 12 тысяч деталей залезницы на перегоне станции Мегаева-Чернознаминка. Протяженность отрезки залезницы на Яковской улице Крадіжки становить 44 километра. Під час проведення оперативних заходів працівниками міліці на станції Мегаева-Чернознаминка було виявлено групу осіб, які демонтировали біля трьох тисяч деталей залезниці. Свой бізнес на кражах і перепродажі металлолома організував 32-летній частний підприєматель, наняв за вознаграждення исполнителей. Общий вес похищеного – 22 тонны. Сумма ущерба, нанесеного железной дороги, устанавливається. Открыто уголовне производство. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишення свободи. Прямо в центре города вечером неизвестные выхватили сумку у одеситки і скрылись на черному мопеді. По горячим следам це приступлення було розкрыто. В пресс-службі МВД сообщають, в регионе участились преступления с использованием транспортних средств. Подозреваемых в этом преступлении задержали по горячим следам. Нарушителями закона оказались двое жителей Одесской области – 17 и 20 лет. Открыто уголовне производство. Грабителям избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В курортний сезон число грабежей і розбойних нападений увеличивается практически в рази. Правоохранители напоминают горожанам і гостям города о предельной бдительности. Особенно на улицах, де большое скоплене людей, в транспорте, на пляже. Желательно контролировать, де находяться ваши вещи, не выставлять на показ, закрывать сумки і кошельки, держати їх плотнее к себе. Оживленные движения на дорогах і несоблюдення правил дорожного движения часто становятся причиной серьезних аварій. По данным госавтоинспекции, в Украине каждые два часа в ДТП погибает один человек. Взаимные обвинения звучат в адрес водителей і пешеходів. Однак, тільки обоюдне соблюдення ПДД може минимизувати ризки дорожньо-транспортних проїжствий. Наши корреспонденты выясняли у авторюбителей і пешеходів Одеси, що вони, як равноправній участників дорожного движення, ожидають друг от друга і що нужно змінити. Основна частиць одеситів-пешеходів, як вони самі кажуть, пытаються соблюдати правила поведення на дорогі, не забувая, що вони є такими же участниками дорожного движення, як і автолюбители. Однак, є і те, хто подвергає своє здоров'я і судьбу водителі відкровенній опасності. Кроме того, настроенні на короткий отрезок времени для зеленого цвета светофори, іногда толкають людей перебегать дорогу на красный, що також создає опасну ситуацию. Подобне поведення людей далеко не способствують безопасності на дорогах города, говорять одеситы, і мають чітке представлення, як должны вести себе пешеходи. Главное, говорят автолюбители, знати правила дорожного движення. Ви-первых, правила придумали не зря, і пешеходи должны тоже їх знать. А пешеходи, дуже багато не знают правила. І вони стараються йти в розвалочку, а по правилам написано, даже пешеходний переход создан для того, щоб вони быстро покинули участок дороги. Вони очень многие не соблюдають этого. Ясно, как правила надо учить. Очень просто, пешеходний переход надо ходити, а не как они бегают по дороге. По мнению водителей, подучить правила поведения на дороге не мешало бы и любителям велосипедного транспорта. Велосипедисты очень сильно мешают на дороге. А чем? Чем? Потому что они ездят, как хотят. С левого ряда налево, едет по середине дороги, ему все равно, кто сзади едет. Кроме того, считают владельцы авто, безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил дорожного движения, но и от того, где проходит движение. А опасных участков в Одессе, по мнению людей, немало. Участки разные бывают. Затемненные в темное время суток, когда пешеходный переход не освещен, очень сложно реагировать. То есть ты даже не видишь. Неразграниченная дорога. Неразграниченная дорога, да, тоже может быть, когда нет полосы разделения. Непонятно, знаешь, вроде что это двойная, а она ли здесь? Дорога всегда она опасная, поэтому трудно сказать, какой именно участок. Но, тем не менее, самое опасное – это пешеходный переход. Ну, допустим, даже вот этот перекресток, я считаю, что довольно опасный участок. Так же самое первая Черноморская дорога, там, где большие перекрестки. ЖД-вокзал, автовокзалы, здесь скопление большое, наверное, людей, я думаю, таким образом. Пешеходы, правда, все же большую часть вины за критические ситуации на дорогах возлагают на водителей. Многие наши респонденты говорят, что с опаской ведут себя на дороге, при этом стараясь соблюдать все надлежащие правила. Конечно, как-то побаиваешься, потому что бывает, что останавливаются на переходе транспорта, бывает, что идут напрямую. Конечно, стараюсь даже перебежать. Хоть и светофоров, все равно надо оглядываться. Я всегда жду зеленый свет и перехожу. А как иначе? Водители иногда уже смотришь, горит нам зеленый, а не красный, а он мчится. Я живу возле Ивановского моста, а там бывает иногда. Пожилые люди уверены, что только светофор, который настроен на длительное время для пешехода проезжей части, сможет уберечь от беды. Опасно. Почему, господи? Ну, потому что я пожилой человек и плохо вижу. Мало. Потому что толпа собирается, и все не знают, кто куда, а мы, как пожилые, всегда в фосте остаемся. Дождь, чтобы горел немножко зеленый, а то не успеешь перейти, в фосте уже все машины настигнают. Некоторые наши респонденты уверены, что за рулем авто часто сидят не очень ответственные люди. Водители нарушают порой довольно-таки, они не очень, как бы, как сказать это, благоразумные люди, вот в чем дело. Понимаете, пешеходы есть пешеходы, водители есть водители. Водители порой больше всего нарушают правила, чем пешеходы. Но бывает, конечно, случается и среди пешеходов такое. Несмотря на существующие между водителями и пешеходами разногласия и взаимные претензии, одесситы уверены, что только взаимоуважение горожан и инстинкт самосохранения поможет избежать несчастного случая на дороге. В первую очередь, я считаю, должно быть уважение, что пешеходов к водителям, то же самое водители к пешеходам. Иногда пешеходы тоже сами нарушают правила, посмотрели, что нет, и побежали на зеленый, на красный свет. А в это время водитель, видя, что у него зеленый свет, предполагая, что пешеход будет стоять соблюдать правила, нарушает взаимоуважение, понимание правил. Правила дорожного движения должны соблюдать все, единогласно заявляют горожане. Только четкое осознание этого, а также изучение и соблюдение, что называется, единого дорожного этикета, позволит сохранить человеческие жизни граждан. А статистика ДТП в Одессе будет звучать не так трагично. С приходом лета нас охватывают не только радостные ощущения отдыха, солнца, моря и разнообразие явств, но и оправданные опасения инфекционных заболеваний. Мытье рук, фруктов и овощей, проверка срока годности консервированных и колбасных изделий, азы, которые мы знаем с детства. Однако каждое лето повторяются ситуации, о которых предупреждают специалисты здравоохранения. В Запорожской области недавно к летальному исходу привел ботулизм, особо опасная инфекция, требующая немедленного вмешательства специалистов. В СЭС рассказали, что нужно знать и что необходимо делать, дабы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих близких. Специалисты заверяют, в Одесской области с начала года ни одного случая ботулизма не обнаружено, но при этом призывают горожан сохранять бдительность. Разъяснив, что ботулизм относится к смертельно опасным инфекционно-токсическим заболеваниям и возникает в результате употребления некачественных продуктов, характеризуется параличом мускулатуры. Особо опасными являются грибы, мясные и рыбные изделия домашней консервации, приготовленные с нарушением термообработки. Заболевание протекает болезненно и длится до 3-4 недель, после чего наступает смерть. Это и головная болезнь, и запаморочение, печенья в шелунку, блювота, багаторазовый пронос, но через несколько часов могут начать специфические симптомы. Для ботулизма это характерная диплопия, раздвоение в очах, птоз, упущение повеки, паразгуртание, паразгуртание, шелунку, кишок. Возбудители инфекции ботулизма клостридии вырабатывают один из сильнейших известных ядов – болутоксин. Он в 3750 тысяч раз сильнее яда гремучей змеи. По словам эпидемиологов, для излечения ботулизма крайне важно обратиться к врачу во время появления первых неспецифичных симптомов, так как болезнь развивается очень быстро – в течение 2-24 часов. Когда уже пришла полная фиксация токсина в нейронах, конечно, тогда даже массивные дозы не могут уже причинить какой-то позитивный результат захворювания. Летальность от этого захворювания, за последними данными, сягает почти 20%. То есть это довольно тяжкое харчевое отруяние, которое уже имеет достаточно высокую летальность. Несмотря на то, что в Одесской области случаев заболевания ботулизмом с начала года не наблюдалось, эпидемиологи напоминают о важности гигиены продуктов. С приходом лета специалисты рекомендуют отказаться от употребления консервов неизвестного происхождения. Утримоваться от продукции домашнего выготовления, не куплять продукты на стихийных и агропродовольчих рынках – они несут в себе загрозу выникновения ботулизма. И это не только мясные и рыбные консервы, это и грибы. А при самостоятельном изготовлении консервов, рыбных и мясных изделий стоит позаботиться об очень тщательной обработке консервируемых продуктов, подчеркнула специалист. Необходимо очень ретельно поддавать механичному очищению, промыванию проточной водой, все компоненты, которые входят в консервы, поддавать стерилизации и крышки, и специи, и посуд, и сам продукт. И, конечно, все продукты сохранять на холоде. Чтобы уберечь себя и свою семью от страшного заболевания, стоит регулярно заботиться о личной гигиене и быть внимательным к своему здоровью. И радость лета не будет омрачена. Одесситы говорят, что об инфекционных заболеваниях и о сезонности осведомлены и делятся своими рецептами их профилактики. Горожане уверяют, что им известны инфекционные недуги, которые активнее всего проявляются в летний сезон. И чего больше всего стоит опасаться. Когда в ежедневном рационе овощи и фрукты, зачастую купленные на стихийных рынках, а на улице высокая температура, вызывающая ускоренное размножение микробов, получить пищевое отравление и острые кишечные инфекции не составляет труда. Для того, чтобы не омрачить свой летний отдых неприятностями со здоровьем, стоится по профилактике. Гигиена должна соблюдаться, понимать, что мыть фрукты в обязательном порядке, так же, как и овощи. И термообработка. Водичку мы пьем кипяченую, готовлю мы тоже с кипяченой водичкой. Фрукты, овощи тоже мою, кипяченой водой обдаю. Приходишь с улицы, надо руки мыть не туалетным, а хозяйственным. Оно более сильное, очищающее. Два раза промыл раз, второй раз, и почаще мыть руки, чтобы не заболевать всякими инфекционными микробами. К правилам сохранения здоровья относятся элементарные и лёгкие выполнения нормы. Продукты питания в летнее время необходимо хранить в холодильнике в закрытой таре. А скоробортящиеся продукты – творог и йогурт – не рекомендуется покупать далеко от дома, чтобы они не успели нагреться даже по пути от магазина до холодильника. Кроме того, стоит уберечь себя и от переносчиков инфекции, насекомых, поставив на окна москитные сетки. Наградой за соблюдение этих простых правил станет здоровый и приятный отдых. Любимый город По пути на работу, в магазин и просто во время прогулок по городу. По его словам, фото – это инструмент передавать эмоции и чувства окружающих нас людей. Проходя ежедневно, мы видим эти эмоции, чувства. А фотография помогает эти эмоции запечатлеть. А черно-белая создает, то есть черно-белая фотография, она акцентирует эти эмоции, эти чувства. На открытии фотовыставки в арт-зале детского реабилитационного центра в «Доме с ангелом» собрались почитатели таланта Александра Якимчука. Автор признается, провести выставку своих работ его подтолкнули друзья. Сегодня они также здесь и делятся впечатлениями. Очень хорошее впечатление, самое главное впечатление – такая легкая зависть, потому что человек печатает это еще сам по старинке, на бумаге, с увеличителем, с химией, со всеми делами. Я уже давно этим не занимаюсь, хотя называю компьютер своим увеличителем. Большинство работ я видел в интернете, естественно, живьем они производят гораздо более мощное впечатление. Представленные на выставке снимки вдохновляют зрителей на новые знакомства с Одессой. Работы Александра Якимчука призывают взглянуть на город по-другому, сквозь чувства людей, говорят гости. Это эмоциональное человеческое впечатление от тех картинок, укропненно, крепко, здорово поданных Якимчуком, которые выйдут в оторопь, какой город мы теряем. Вовсе не по красите архитектурной, подушевной, легкой, светлой конструкции человеческой так устроен город. Он здесь пронизан человеческой светлой энергией. Легкость и изящество линий на фотографиях подчеркивает игра световых бликов. Она передает линии, световые потоки, светотени. В отличие от цветной фотографии, где свет является шумом, мы там практически этого не видим. Света мы практически не видим. А здесь оно все выпукло, здесь оно все интересно. Выставка проходит в арт-центре «Дома с ангелом» и продлится до 20 июня. 13 и 14 июня на территории Одесской киностудии проходит четвертый фестиваль «Токи да вкусно». В этот раз мероприятие проводится под знаком «Дольче Вита» и посвящено итальянской кухне. Лучшие рестораны, кондитерские и пекарни города, а также производители продуктов питания представили здесь свою продукцию. Организатором фестиваля выступила компания «Экспо Юг Сервис». На территории киностудии в субботу как никогда людно. Уже в четвертый раз здесь проходит фестиваль «Токи да вкусно». Все компании-участники июньского фестиваля имеют сертификат качества и представляют хотя бы одно итальянское блюдо. Чаобата с мясом и морепродуктами, пицца, ризотто и многие другие блюда итальянской кухни привлекают сюда множество гостей. В этот раз у нас огромное количество заявок на участие было в фестивале. Мы закрыли прием заявок уже за три недели до начала фестиваля. Четвертый фестиваль «Токи да вкусно» – это «Дольче Вита». «Дольче Вита» – это Италия, это «Сладкая жизнь», это фильмы «Эфелини». И мы предложили участникам нашего фестиваля приготовить в своем меню блюда итальянской кухни. Участники завлекают посетителей изысканными блюдами и прохладительными напитками. Нравится, конечно, здесь. Весело, люди ходят, живое общение. У нас есть чаобата с мясом, есть чаобата с салями, что у нас есть еще итальянского. Морепродукты. Да, морепродукты в итальянском стиле, в фритюре. Атмосфера приятная, люди добрые. Приходят, кушают к нам, мы с радостью им готовим. Скумбрия, тюлечка, бочки, креветки. Я думаю, что если вы попробуете, вы обязательно скажете, да, это вкусно. Многие гости попадают на фестиваль прямо с пляжа и с удовольствием остаются. Ведь здесь прохладно, можно насладиться вкусными блюдами, отдохнуть и послушать музыку. Специально так все подгадали, чтобы пойти на море, а потом зайти сюда. Ну, в холодное время был очень вкусный глинтвейн, а сейчас лимонады всевозможные. Анонсировали, я так понимаю, итальянскую, но вообще разнообразную. Ну, вот только пришли, сейчас пробуем. Все нравится. А еще здесь звучат песни Леонида Утесова, но с шоколадной пластинки. Автор идей Александр говорит, что для шоколада лучше всего подошел патефон 60-х годов. Это первое в Одессе, в Украине. Ну, совместимость сладкого и музыки очень хорошая. И вот мы решили сделать такое, чтобы было и вкусно, и так же можно было послушать. Я читал про это еще в 1903 году в Германии кто-то такое сделал уже. Фестиваль «Таки да, вкусно» – это пространство комфортного и интересного отдыха как для детей, так и для взрослых. Для детей работает нон-стоп программа весь день. Там игры, аниматоры, сладкая вата, всевозможные развлечения и аттракционы. Вечером у нас премьера – это вечерний дансинг. Играют одесские джазмены. Сегодня это группа «Дикселент Южная Пальмира», завтра это «Дикселент Бен Флэш» и танцуют танцоры. Еще одно новшество фестиваля – конкурс кондитерского искусства имени Якова Фанкони, где на суд жюри будут представлены работы лучших одесских кондитеров. Фестиваль – это прежде всего хорошее настроение, заряд положительных эмоций, поэтому люди, которые сюда приходят, даже если не приходят работать, они наслаждаются. Всегда надо прийти, провести хорошее время, получить массу эмоций, массу впечатлений, массу хороших воспоминаний. Участники и гости фестиваля надеются, что он станет еще одной доброй традицией колоритной и многонациональной Одессы. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. По данным госавтоинспекции, в Украине каждые два часа в ДТП погибает один человек. Взаимные обвинения звучат в адрес водителей и пешеходов. Наши корреспонденты выясняли у авторюбителей и пешеходов Одессы, что они, как равноправные участники дорожного движения, ожидают друг от друга и что нужно изменить. Конечно, как-то побаиваешься, потому что бывает, что останавливаются на переходе транспорта, бывает, что идут напрямую. Конечно, стараюсь даже перебежать. Хоть и светофоров, все равно надо оглядываться. Я всегда жду зеленый свет и перехожу. А как иначе? Водители иногда уже смотришь, горит нам зеленый, а не красный, а нчится. Я живу возле Ивановского моста, а там бывает иногда. Водители, в свою очередь, в незнании ПДД обвиняют пешеходов. Во-первых, правила придумали не зря, и пешеходы должны тоже их знать. А пешеходы очень многие не знают правила. И они стараются идти в развалочку, а по правилам написано, даже пешеходный переход создан для того, чтобы они быстро покинули участок дороги. Они очень многие не соблюдают этого. Ясно, как правила надо учить. Очень просто, по пешеходному переходу надо ходить, а не как они бегают. С приходом лета нас охватывают не только радостные ощущения отдыха, солнца, моря и разнообразие явств, но и оправданные опасения инфекционных заболеваний. Батулизм относится к смертельно опасным инфекционно-токсическим заболеваниям и требует немедленного вмешательства специалистов, дабы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих близких. Заболевание протекает болезненно и длится до 3-4 недель, после чего наступает смерть. Это и головная болезнь, и запаморочение, печенья в шелунку, блювота, багаторазовый пронос. Но через несколько часов могут начаться, вернее, начаться уже специфичные симптомы. Для батулизма это характерные диплопия, раздвоение в очах, птоз, упущение повеки, парез гортаний, парез шелунку, кишок. А при самостоятельном изготовлении консервов, рыбных и мясных изделий стоит позаботиться об очень тщательной обработке консервируемых продуктов, подчеркнула специалист. Необходимо очень ретельно поддавать механичному очищению, промыванию проточной водой все компоненты, которые входят в консервы. Поддавать стерилизации и крышки, и специи, и посуд, и сам продукт. И, конечно, все продукты сберегать на холоде. Любимый город так назвал выставку своих работ за последние пять лет фотограф Александр Якимчук. Выставки-снимки вдохновляют зрителей на новое знакомство с Одессой. Работы Александра Якимчука призывают взглянуть на город по-другому. Сквозь чувства людей, говорят гости. Это эмоциональное человеческое впечатление от тех картинок, укропненно, крепко, здорово поданных Якимчуком, которые выйдут в оторопь. Какой город мы теряем? Вовсе не по красите архитектурной, подушевной, легкой, светлой конструкции человеческой так устроен город. Он здесь пронизан человеческой светлой энергией. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.